Привет, ребята. Небольшой апдейт по приложению на Flutter для приютов. Сегодня родилось, наверное, вчера вечером, родилась небольшая идея о том, чтобы добавить функционал дублирования контента таким образом, чтобы люди могли использовать приложение вообще без бэкэнда. То есть чисто мобильное приложение и данные сохраняются чисто на мобилке. Зачем? Затем, что я подумал, что есть небольшие приюты, которым, во-первых, может быть нужен не весь функционал приложения, ну типа там менеджмент персонала и так далее, а просто нужно будет приложение, которое будет ввести медкарты пациентов и, соответственно, нотификации. То есть небольшая часть того, что мы делаем. И я подумал, что можно сделать, ну в одном приложении, фактически разделение по конфигурации. Хочет человек использовать облако или не хочет он использовать. Соответственно, если не хочет, то оно сэрвится локально и некоторый функционал обрезается. Ну и в дальнейшем, если по каким-то причинам, например, у человека приют разросся и так далее, он сможет эти данные засинкать с клаудом, ну разово, понятное дело. И после этого уже перейти на удаленный режим и работу через облако. Думаю, это будет полезно. Почему? Потому что подобных приложений нормальных я тоже не видел. То есть я каким-то пользуюсь, но оно кривое, горбатое, с херой тучей рекламы, которое очень бесит и всегда выпадает очень не вовремя, причем там в 20 слоев эта реклама. Ну, короче, вроде как бы работает, но печалька. Поэтому вот решил сделать вот такое небольшое, ну не ответвление, а скажем как, доп-функционал. Что думаете на зачет? Интересно ваше мнение. Также там мне накидали пару интересных лип, которые можно использовать. Слава богу, на Flutter тоже есть app push. Можно апдейтить приложение без re-upload в store, что очень прям очень радует. Особенно то, что в Flutter нет такого количества native приложений. Точнее, native библиотек, как в React Native. И, соответственно, вряд ли придется часто обновлять сам Google Build. Почему это важно? Потому что обновление Google Build занимает время. Ну и там фиговая туча нюансов, которые могут вылезти в разрезе этого билда. Во-вторых, люди должны его реально скачать. Ну и, короче, это все приводит к тому, что очень часто многие пользователи используют довольно устаревшие приложения. И, как следствие, особенно если вы работаете, это приложение будет с чем-то удаленным, то требуется довольно долгая совместимость версии приложения с бэкэндом. И, ну, это тоже дополнительные гемы, дополнительная лишняя работа, которую бы хотелось избежать. А поэтому постараемся сделать так, чтобы все максимально быстро обновлялось, и у всех были свежие версии, и не надо было поддерживать там какой-то целый зоопак, устаревшего функционала, который используется там на каких-то там древних версиях приложения. Ну, в общем, вот и все. По приложению пока еще ни хрена не сделал, за исключением того, что вот предыдущий раз выложил на GitHub. Почему? Потому что реально времени ни хрена нет. То есть то животное, то работа, то какой-то пиздец. Ну, в общем, обычные волонтерские будни. Так что, не знаю, по мере сил будем двигаться вперед.